Ещё хуже мне не идёт этот топ, он у меня большой, ужасно большой, хотя это large size, я даже не знаю, он тоже такой видит или нет, как-то болтается, я уж понимаю, и полупросрачный, вот здесь особенно. Мы тут сидим, а мама вон очки себе выбрала, тут девушка так текстит, я вам сейчас покажу, видите, с остервенением таким текстит, это вообще уже полчаса усиленно смотрит в экран, и так пальцами вообще не скоро пальцы отвалятся. Мама выбрала две оправы, одну от Versace и другую от Coach, сейчас я буду делать фотографии. Только что вышли из оптики, хорошо, что была скидка на линзы 50% off, потому что вообще линзы, которые мы заказывали, да, там 600 долларов, 800 долларов, то есть цена на линзы просто бешеная получается. Ну и ещё прибавьте цену оправы, которая идёт от 300 долларов, да, и выше, соответственно, можно купить, конечно, дешевле. Маме понравилась оправа от Coach, ну мы сделали фотографию её и сравнили несколько оправ на её лице, и Coach смотрелась лучше всего. В общем, в течение 10 дней очки будут готовы, нам позвонят, когда они будут готовы. И сегодня мы хотели сделать такой семейный день, то есть выйти в кино, а потом пойти в ресторан. В ресторан мы всё равно сходим, пойдём мы в Red Lobster, мы выбрали этот ресторан, куда сходить. А что касается кино, то оказывается, я хотела... Кина не будет. Кина не будет, да, потому что фильм Live, который я хотела посмотреть, это там, где глист мужику руки выкручивал. Вот, то те, кто видел Advertisement, те, кто видел рекламу, видел, о чём я говорю, на фильм Live мы не попадаем, потому что все билеты распроданы. С Алексеев говорит, с каких это пор в Эдмонтоне распроданы билеты вообще на... в кино. О, у моей подруги такое же самое обручальное кольцо. Вот, с каких это пор распроданы все билеты в кино-то в Эдмонтоне. Я говорю, с тех пор, когда у нас увеличилось, наверное, количество людей, которые живут в Эдмонтоне. У нас сейчас миллион двести, а когда мы сюда переехали, было всего восемьсот пятьдесят тысяч. Вот так увеличилось население, но, в общем, не удастся мне сегодня посмотреть. Придётся идти на следующие выходные. Вышел, правда, новый фильм Ghost in a Shell. Это, как получается, Shell это оболочка какая-то, да? А Ghost это привидение... Привидение в оболочке. Да. О, Томас Собо. Когда-то мне этот магазин нравился. По-моему, немецкий дизайнер. У меня есть от него браслет. Хороший, мне нравилось когда-то. Когда-то. Сейчас уже не нравится. Всё. Он делает изделие из серебра. У меня есть пару штук от него. В общем, вот такая вот... Ну да, он красивый делает. У него серебро и, по-моему, сваровские. Да, солнце у меня есть от него очень красивый. И крылья. Крылья такие ангельские есть. Значит, вот такая ситуация. Очки в Канаде очень дорого стоят, поэтому, если у вас нет каверидж, и то мы сейчас заплатили полную сумму за очки, а потом завтра я буду смотреть на... Пойду на веб-сайт, ну, буду вытягивать формы необходимые, чтобы заполнить, и отправлять мамину страховку. Много нам, конечно, не покроют, но всё равно хоть что-то. 250 баксов, наверное, будет. Так что вот такое дело. Всё, идём мы домой. Заберём Алексея и поедем в ресторан. Мак. Мне, кстати, нужна помада от Мак. У меня заканчивается. Тебе нужна помада от Мак? Уже закончилось. Времени нет. Поэтому я говорю, что я не люблю ходить на шопинг с подругами. У меня всё должно быть... Ну, у меня есть час, допустим, на шопинг. Да, я и пошла на час. И всё, туда, куда мне надо. Сама себе любимую уделила это время. Вон там бригантина наша стоит. Сейчас мы поедем на ней. А вы что думаете? Ничего покупать не надо мне. Я купила тот топ. Подумала... Он стоил когда-то 90 долларов, да? 88. А продавался за 20. Я думаю, а, пускай висит. И поэтому купила. Так, всё, пошла. Думала, а, под этот пиджак одеть его нормально будет. Куда-нибудь там выйти. Мне показалось, что он у меня большой. Висел немножко. Пришепками, прицепи. Всё, договорились. Реклама двигатель торговли. Они показали лобстер-фест рекламу по магазинам, по телевизору. Я его видела. Говорю, так, всё, нужно срочно идти. Есть рыбу какую-то или лобстеров. Вот. Ну, в общем, мы уже сидим в ресторане. Посадили нас возле окна. Удобно. Так, нужно заказать себе, мама, найти что-то попить. Ты себе хочешь что-то? Ну, я безалкогольное что-то пью. Смотри, фаршированный лобстер. Вообще обалдеть. Звучитка. А вот ещё лобстер, фаршированный лобстер-эстейк. А у них лобстер-фест, да. У них всё с лобстерами есть. Ты не обязана его покупать, там ещё масса любит вещей. Вот, смотри, какой у тебя салман красивый. Ну, смотри, лобстер не буду, салман не буду, капризная какая. Ну, это же морской ресторан, фу, ресторан морской еды. О, но он онкоколик, это для меня неалкогольный. Мы заказывали целую кучу, да, мама? Мы с мамой заказали пиноколаду, да, которая будет без алкоголя. Мне вот всегда было жалко вот эти шримпс, вот эти вот. Посмотри, как их расплющило. Люди такие садисты, я не знаю. Мне всё время казалось, что у них как-то там специально, ну, на заднем дворе они их молотком бьют, чтобы их вообще расплющило окончательно. И потом жарят. У них так жалко, я никогда их не могла есть. Ну, а вообще-то я их ем. Жалостливая такая попалась. Всё равно я в шримпс, но вот именно вот эти молотком ударили, и мне их жалко. Вон, смотрите, ещё раз, вот, видите, ещё одна фотография. Они ж такие не плавают, правильно? Это их ненатуральная форма. Я не могу, меня никуда засылать нельзя. Ой, ладно. Всё, мы сидим, ждём. Погода сегодня у нас хорошая. Да, вот погода снаружи. Принесли нам наши напитки. Маме, вон, какой фэнси-шменси. Нет, ты что себе заказал? Мохито? Мохито. На нас просто резко попёрла еда. Резко попёрла еда. Потому что они как сразу салат принесли, потом вот это сразу принесли. Маме эти, как и грибы принесли вон там, вон, напитки принесли. Прямо всё сразу бросили. Кстати, напиток очень вкусный. Это какая-то пиноколада с малиной, но это безалкогольная, естественно. Как говорил этот... Как это был мультик про... Выпало. А, обожруся и помру молодым. Молодильные яблоки. Молодильные яблоки это были или ещё что-то такое было? Не-не, там где рога у него росли. Это было что-то другое, про кого-то солдата. А, говорит, обожруся и помру молодым. О, выглядит аппетитненько. Это катер нацхошь. Что-то запечённое там, мампровый. Чё, на вкус? Ничего так, да? И у меня тут теляпия, которая теляпается с лобстером. А у Лёши вообще вобстер и креветки, и вообще... Добрый, у меня тут есть. Ммм... Вот это... Сидим. Я показывать не буду. Вот здесь сбоку сидит пара. Ну, честно, они давно женаты. У мужчины такое выражение лица, как будто он сейчас умрёт от скуки. Мама говорит, и так они прожили счастливо 35 лет. Так это надо же такое выражение лица иметь, чтобы было столько скуки на лице нарисовано. Вот ещё разговаривали. И я... Сегодня маме на ютубе решила показать, как охотятся орлы. Болдыгал. Болдыгал это вот этот белоголовый орлан у нас называется. Ну и там ещё какие-то разновидности потом показывали, как охотятся. Мама говорит, бежал барашек. Никому ничего плохого не делал. Он же не трогал никому, бежал себе по горе, добежал себе ребёнок. Ребёнок бежал, тихо, ребёнок. Вдруг улетел когтя, свалил его, схватил за рога, свалил его в кроху. И этот барашек говорит, бяк, бяк ты в камешки. А я маме говорю, что вы сегодня будете кушать? Отбивную. Боже, какой садист. Пока барашек долетел, он уже готов уже. Ну да, он их просто сбрасывает. Он только долетел, да, он только долетел до жертвы. Он такой наглый, да. Он скакал, скакал, никого не трогал. Он его когтями брал в пропасть, главное. Отбивная фрикассе. Не съела я свои овощи, только частично съела. Кстати, неплохо придумано. Это морковка и баттернат скош, запечённый с... О, смотри, какая. Это у меня памятка на руке. Тихо, я здесь звёздочки рисую. Кто ещё себе звёздочки рисует, чтобы не забыть? Вот. И он запечённый, там с чем-то таким, какой-то сладкий соус. В общем, там бурбон что-то есть. Ну, очень вкусно. Тоже вот эта неплохая такая штучка. А бинз вот этих прожевать невозможно. Знаете, как ощущение, что ты жёшь верёвку, честное слово. Вот меня сейчас мучает вопрос. Мы сидели в этом, в Red Lobster'е, и там у них есть сигнальные флажки, да, на корабле. Раньше с сигнальными флажками разговаривали. И я вот задалась таким вопросом, есть ли у них сигнальные флажки с нецензурными этими выражениями. У меня вот всегда такие вопросы странные возникают, как не мёрзнут ли ноги у гусей в холодной воде? Или есть ли матерные флажки для разговоров на кораблях? Ну вот, пожалуйста. Я вертитла на ваш вопрос. У меня всегда какой-то нестандартный вопрос обязательно созреет в голове. Ой, не могу сама себя хохочу. Вот теперь меня это мучит. Сейчас приду, буду гуглить. Ну, Лёша говорит, так, по-моему, у них уже всё электронное, да, как на этих, на... Либо там есть сигнальные такие огни, там большая такая фара, знаешь. И они там это, тин-тин-тин-тин решёточкой там. Ну, знаешь, как надо дёргаться, чтобы правильно, чтобы высказать всё то, что ты думаешь. Привет всем. Короче, я, как всегда, попадаю в какие-то ситуации, приключения. И это я нахожусь на своей работе. Это вообще какой-то задний, задний этот вот лестница. У нас не работали лифты. И я решила воспользоваться лестницей. Ну, это для, допустим, каких-то там, я не знаю, тревоги какой-то, да, чтобы можно было вниз спуститься по лестнице. Но все двери здесь заблокированы. То есть, когда я вышла, меня дверь заблокировала. Я, короче, сижу тут заблокирована, звоню своим на работу, говорю, спасайте меня, короче, из заднего двора. Потому что, говорю, я не могу никуда выйти. У меня тут всё, значит, ну, меня просто дверь заблокировала, когда я вышла. И несмотря на то, что у меня есть пропуск по всему билдингу, то здесь просто этих пропускных штучек нет. Поэтому моя коллега сейчас едет спасать меня. Я ей объяснила, где я нахожусь. Она говорит, ёлки-моталки, говорит, сижу тут, меня спасают. Всем привет. Заметно, что наступила весна и прилетели гуси. На крыше дома сидит гусь. Моя мама куда он приземляется, говорит, крышу проломит. Да, вон он сидит и сверху всё обозревает. Вот так. Весна пришла. Чего же снимать-то мы не будем. Всем привет. Мы сейчас вечером с мамой ездим, как всегда, да, на закупы. Мы покупаем всё. Всё покупаем. Всё покупаем. Ну да. Вот. Сегодня... Ещё бы деньги к этому предложили, ещё больше купили бы. Точно. Я что хочу сказать, что сегодня я сдавала свою машину на сервис. Мне поменяли уже колёса на летние. Я так ещё сдаю, говорю, слушай, а не рано ли я меняю? Потому что в Канаде-то тут снег ещё может выпасть до May Long Weekend, как у нас называется, до майского длинного выкенда. То есть Long Weekend это Victoria Day, День Виктории. Вот видите, у меня даже свой день есть вот так вот. Это не вам хихоньких. И где? Только в Канаде появился. Да, только в Канаде появился. Вот так жизнь никогда не позвала. Никогда не было. Да, вот так вот, видишь. Вот. И до этого момента у нас может выпасть снег. Потому у нас никакие там цветы стараются не садить, ничего такого. Огородничать серьёзно стараются не до вот этого Long Weekend. Нет, конечно, можешь копать огород, если тебе хочется очень. Вот что я хочу сказать, что я сегодня сдала машину свою. Вот мне колёса поменяли. Как это, Виктор, страшно говорить, что я сегодня сдала. Я сегодня сдала, как будто она лискала на яйцах лист. Ну, ёлки, бахни. Ну, сдала, потому что я поменяла. Я сообщаю народу. Хотела рассказать о том, что меня везли на работу с этим, с как он, с шаттлами. С бубнами, да. И везли меня. Ну, а вон, ты мне перебиваешься, Малину. Я извиняюсь. Но я даже не могу ещё смеяться. Ладно, я сейчас замолчу. Вот, так что меня везли на шаттле. Сейчас она что-то сейчас... Она летела на шаттле. А говорили, такой в Америке шаттл был. У нас тоже шаттлы летают. Ой, да. Вот, летела я на шаттле на работу. И знаешь, когда видно, что я водитель, да? А водитель ведёт машину, а я ногами на полу нажимаю педали. Сучишь, сучишь ножками там, садишь. I'm like, what the hell? Это капец. Но, ты знаешь, я сегодня впервые почувствовала, что я всё время вожу машину. Ну. Почувствовала себя пассажиром и поняла, насколько это вообще интересно. Вот это... Вот куда ты рвёшься? Вот куда ты рвёшься? Насколько интересно быть пассажиром, на самом деле. Знаешь, почему? Потому что ты оказываешь... Ну, не скажите. Когда-то интересно, а когда-то не очень. Нет, это интересно, потому что ты можешь по сторонам смотреть. А я-то когда веду по сторонам, да? Да. Так, слушай, и драйверы по сторонам тоже смотрят. Сколько таких драйверов есть, которые как это самое? Вот сейчас только сдавал назад трак. Я везу коляску полную эту, карту полную продуктов. А он тоже не обращает внимания, он просто сдаёт нагло назад. А Виктория говорит, ну, ходу, посмотрю, говорит, а не бэк. Я говорю, зачем? Пусть бэк смотрит на него. Да, ты отметила, что вот как водитель, постоянно смотрю, вот он остановился на повороте. Я уже тоже заглядываю, можно ли повернуть или нет. Тут он остановился, можно ли мне туда повернуть. В общем, довезли меня сегодня, вовремя забрали. В общем, порадовало, да? Поменяли мне масло в машине и сказали, что нужно менять эту, как и брейк флой. Это, как получается, жидкость, которая, тормозная жидкость, надо менять. Ну, не мне надо менять, а машине. Ой, я как что-то сказала. Мне не надо менять тормозную жидкость. У меня с ней так всё в порядке. Вот, едем мы сейчас в суперсто... Нет, мам, нам уже к тебе на работу заехать, правильно? На зеркало посмотреть. Мама зеркало какое-то отложила. Успею, не успею, успею, не успею, успею, не успею, не успею, не успею. Да не успела! Да блин, ну вот как вот такой вот жизнью можно жить? Скажите мне, пожалуйста, сейчас я буду БАК. Я встала БАК, БАЛДАКА. Я не торопилась, я хотела успеть это две разные вещи. Ну, я понимаю. Вот, так что мы сейчас заедем к маме на работу, но мы затарились в Костка. Что-то мне ещё хотелось сделать, нет? Что-то ещё хотели бы сделать. Только туда? О чём ещё хотели сделать? Надо полочки купить в Волмарце. Для... Господи, её полно, кудочки купить, очки забрать. Очки, очки, очки! Нет, это не сегодня, это не сегодня. А я могу сегодня. Да это не зачем, это нужно сделать вообще. Смотри, 7.44 мы ещё не увидим. Корячиться, ехать туда, высать болтану, это, ой, боже мой, это долгая история. А завтра я не смогу, потому что завтра с ней плата. Не надо, не надо, я во вторник заберу. Как ты заберёшь во вторник? Ну, ты меня заберёшь и... Ну, видишь, какая хитрая, я заберу во вторник, как я заберу, ну, ты меня заберёшь. Ну, да, я же к стоматологу. Да, ты идёшь к стоматологу, я сама себя забирать. Да, так что вот такое дело. Ладно, всё, мы поехали. Ребята, мы пришли в зеркало выбирать. Смотрите, какое зеркало козли. Мне нравятся вот эти вот детали по краям. Вы знаете, сколько оно стоит? 70 баксов. Мне нравится. Давай возьмём. Окей. Хорошее зеркало, мне кажется, хорошего размера. Ну, если что, мы вот так вот снимали. Снимала, снимала видео мама в магазине, потом прибежала её супервайзер. Вот, в общем, мы зеркало всё-таки взяли, упаковали вон в кулёчек, тащили домой. Я считаю, что 60 долларов за такое зеркало – это вообще подарок. Да, 70 долларов за. Что ты, десятку-то урезала? Урезала десятку. Это мы уже у меня в гараже стоим. Мама говорит, хотелось бы, чтобы зеркало было ширше. Ширее? Ширее. Ширее. Открывай гараж-то. А, хорошо. Да, открывай гараж. На улице у нас дождь идёт. Сейчас мы едем. Я машину там бросила, потому что мы погружали то зеркало, то это. Видите, какая погода-то. Ужасть.